Крупнейшая инвестиция в американскую инфраструктуру со времён администрации Эйзенхауэра. Строительство автомагистралей, новые мосты, порты, аэропорты, система очищения воды, высокоскоростной интернет, железная дорога – всё это американские достижения последних лет. Инфляция снижается, реальная заработная плата растёт, уровень безработицы уменьшается. Только в январе 2023 года в США создали 517 тысяч рабочих мест. «Это означает, что мы создали 12 миллионов – 12 миллионов рабочих мест с тех пор, как я вступил в должность. Это означает, что мы создали больше рабочих мест за два года, чем любой президентский срок в любое время за два года. Это два года самого сильного роста числа рабочих мест в истории. Как говорил мой отец, работа – это гораздо больше, чем зарплата. Речь идёт о вашем достоинстве». Ранее оппоненты-республиканцы возложили ответственность за всплеск инфляции до более чем 8% в 2022 году на обширный план расходов Байдена для борьбы с COVID-19. Но официальные лица США заявили, что рост цен в основном был вызван вторжением России в Украину. «Я бы сказал, что экономический план Байдена работает. За последние два года мы слышали, как хор критиков списывал мой экономический план. Они говорили, что рост просто невозможен. Они сказали, что мы не можем вернуть американское производство. Они сказали, что мы больше не можем ничего делать в Америке. Что ж, сегодняшние данные кристально ясно показывают то, что я всегда знал нутром. Эти критики и циники ошибаются». Не последнюю роль в экономическом росте Америки сыграла максимальная поддержка президентом Байденом Украины, считает директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. В том числе ракетные комплексы Хаймарс и боеприпасы, к ним, которые Украине начали передавать в первые месяцы войны, производят в одном из самых бедных штатов – Арканзас на юге США. «Вот этот мощный рывок в создании рабочих мест, между 170 тысяч или 200 тысяч в месяц на 500 тысяч, он связан, может быть, и с тем, что поступают массово сейчас военные заказы на оборонную промышленность. И это значит, что создаются новые рабочие места, что открываются некоторые заводы, которые были законсервированы. Или, по крайней мере, на цикл производственный, опять же, нужно больше людей, чем было раньше, потому что задачей ставится производство амуниции и так далее». Вклад США и лично Джо Байдена в победу Украины в войне, которую развязала Россия, сложно переоценить, считает эксперт, поскольку именно от позиции Америки зависят и подставки оружия Украине, и глобальная поддержка западных союзников. «За последние 11 месяцев этой тяжелой, масштабной массовой войны, я думаю, что было бы гораздо тяжелее Украине. А тут Америка не только сама оказывает поддержку, но и подталкивает многих своих союзников в том, чтобы они тоже оказывали Украине большую поддержку». Украине выгодно, чтобы Байден и демократы и дальше были у власти. О своём намерении баллотироваться на пост президента Америки в 2024 году он пока официально не заявлял. Однако во время выступлений в Филадельфии Джо Байден делал такие заявления, которые свидетельствуют о его готовности бороться за президентство. «Безработица среди чернокожих и латиноамериканцев близка к рекордно низкому уровню. Всё больше американцев подают заявки на открытие малого бизнеса, больше американцев за два года, чем за любой другой год. Я намерен сделать больше. Поэтому позвольте мне задать вам простой вопрос. Вы со мной?» Многочисленные американские источники сообщают о начале подготовки к избирательной кампании. Байден заявит после выступления с обращением о состоянии дел в государстве 7 февраля. Официальное заявление сделает ближе к весне. И уже в ближайшее время глава Белого дома планирует посетить Польшу. «Символичность, да, она имеет значение. То, что встречаются, не боятся, продолжают координировать свои действия, остаются союзниками. И роль Польши здесь очень велика. Вообще говоря, сейчас многие говорят о том, что центр политической жизни в Европе сместился в Восточную Европу из-за войны России против Украины». В конце января NBC сообщала, что Байден намерен посетить Польшу 24 февраля в годовщину вторжения России в Украину. В этом же контексте американские чиновники обсуждали объявление ещё одного пакета помощи Украине.